Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу, только дорога цветов. Какой запах. Ой-яй-яй-яй. Сейчас мы баночку нальнем. О-о-о. Это у нас тут пчелка? Пчелка собрала мед. Понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Вот. Я вниз спускаюсь. Вкусно? Так. Всем привет. Прошла неделя где-то, по-моему. И сейчас будет быстрая провелка, запечатали ли они верхний корпус. Если да, то завтра я буду уже снимать мед. Посмотрим. Сейчас быстренько. Еще я хочу им поменять поилки и поставить внутрь. Вот он, тут жарко. Вон они. Облепили все. Сейчас посмотрим быстренько, как у нас обстоят дела. Добавляем его. Ага. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я думаю, что надо доставать. Сейчас я одну какую-нибудь достану, гляну быстренько. Все припаяли конкретно. Все запечатано. Можешь сегодня снять, а? Да. Да. Да, друзья, выглядит все очень плотно. Может, они не до конца запечатаны, но я буду, наверное, по три рамки делать. У меня центрифуга на три рамки. Может быть, я даже все не успею сегодня. Значит, попробуем мы, наверное, сейчас все подготовить и начать гнать мед. Да, наверное, так и будет. Сейчас я все подготовлю. И мы будем хотя бы три рамки, но мы сделаем сегодня. Значит, не ожидал я, что так там будет все полно. Они уже между собой начали рамки переплетать, поэтому в срочном порядке буду снимать. Такая у меня медогонка ручная. По видео вообще много долго крутят. Может, мы сейчас и тут на четыре часа засядем? Не знаю. А может, я за два дня сделаю. Сегодня и завтра. Может, все сегодня не успеем. Процесс тут тоже не быстрый. Значит, это для снятия воска у меня будет. Ведро для слива. Сейчас мне еще надо сюда пару палетов положить. В общем, друзья, включу таймлапс, наблюдайте. Все, в первый раз. Друзья, я весь в этом костюме. Пот течет ручьем. У нас 30 градусов жары в Англии. И конкретно же субботу. Сегодня у нас понедельник. Субботу 38 обещают. Ну, жопа. В общем, сейчас пойду, принесу три рамки. Вот. Оборудовал место. Сюда буду снимать воск. Ну и сюда будем ставить. Сейчас это все приготовлю еще. Ну, с Богом. Первый сбор меда. Ну что, друзья. С Богом, да? Попробуем три рамочки взять. Лимит. Ну что. Ну, пчелки, поделитесь медом своим. План такой. Сюда положить мед. Сюда положить рамки. И сразу закрыть кусти. Я надеюсь, они поместятся сюда. Ну, что, пчелки мои родные. Ну, что, пчелки мои родные. Зашумели, зашумели. Зашумели. А, ну, это еще не запечатанно. А тут уже... Уже поранено. Попробуем-ка мы найти. Попробуем найти, которые хорошо запечатаны. Ну, фига они тут шухерят. Ну. Вот это, наверное. Да. Вот какая красота, ребята. Посмотрите. Полностью. Полностью запечатанная рамка. Даже пчелок на ней. Ну, смотри. Так. И следующая тоже полностью запечатанная, друзья. Друзья. Вот. 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 Ну, не до конца. Конечно. Ну, ничего. Берем. Ну, ничего. сейчас мы посмотрим а ну вот это наверно да вот да ой 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 уронил так челки пока вы идете отдыхать я забираю три рамки я вернусь за кадром могут а это механическое она настолько тяжелая у меня с руки соскочила и даже палку забуду сейчас кто это залетел я О, на свет прилетел. Восик, давай, включай. Пушок наш, наверное, нагрелся еще. О, у нас тут уже есть пшелка. О, на работу даем. Какой зверь? Какой обалдеть! Какой зверь, хорошо. Знакомый вкус будет. Что-то сбывается, да? Ножики, я что-то не понимаю. Как он долго греется? Тихо. Что, рой за тобой летит? Вон. Камеру они смотрят, да? Ну что, первый сбор меда. Я не знаю, как у меня получится. Не получается, еще минусы. Так. Так. А звук-то какой? А запах. Блин, много слишком. Да, ну это по-любому первый блинком, сто процентов. Так. По деревяшке идем, а? По деревяшке идем, а? По деревяшке идем, а? первый раз рука еще не набита ошибки простительно лишь она внутрь не сделали я заказал такую вилку надо было просто взять чтоб проткнуть их распечатать блин это на везде надо потратить может по три рамки в день снимать но шипит вообще туда настолько выпуклый что подержи палку хотя бы ну так он торчит да что-то совсем ну ничего я знаю как надо надо наверно вилками вообще многие вилки туда чем это не осталось просто об скупался все неправильно сделал хрен поймешь а как потому что не так запечатали вообще ни храни осталось просто ничего не осталось подожди начинаешь ай бля надо же было одну сторону только точно я забыл да ладно смысле начинаю большая ничего не делай не делаем это вообще дырявая одну сторону сделал потому что достать я не знаю я не знаю вот еще получается жди если я горячий ножик оттуда нельзя взять вот здесь тут нету меда ты в курсе что это одно и то же сильное заявление проверять я его конечно не буду я хочу с ножа посвязать представляешь кого-то по 30 улью все отработано у людей новичок вообще что-то глубоко снимается надо вилки вилки дербанить надо было чаще надо вытирать сколько там у нас эти готовых но там уже почти все готовы да надо резиновые перчатки надо наверное может многие так соскрябывают ножом вообще не пользуются много меда тратится в шум так глубоко заходит ну поверни же что же видишь вообще какие-то они дай мне хотя бы ну сделать давай давай снизу лучше ну чё так снялось а растопилось да да я сам сделаю все потекло удачно потом все скамера долго нельзя выдерживать горит горит вообще что-то другое ты завтра что другого попробуем тут наверное вместе с воском да все потекло какое-то липкое дело да подержи палку пожалуйста внутри это без конечно нет я не могу так как друзья не получается вообще смотрите какой изюм 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 я такой не знаю не знаю как быть буду снимать конечно нужно снимать по 3 день но друзья не знаю что я и так делаю почему они внутри так сделали как лучше снимать мед а подскажите люди добрые вот так проще я смотри завтра так будем делать просто вбиваю что я с ним сделать снимаю я специально купил щеточку она не пришла наверное подожди 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 поспокойней пожалуйста в смысле а как ты порвешь все медленно-медленно разгоняй разгоняй там полно меда сейчас и постепенно наворачивайся смотри все весь воск посмотри да первая добыча меда у нас ну крути а что толку то ничего не осталось уже в смысле ничего не осталось хотя бы раз посмотри одно видео и я просто попал мед вместе с воском это фиаско это очень грустно обидно и это печально ну первый раз что я могу сказать наверное мы ножом что-то неправильно сделали но не все люди любят эти ножи я не знаю я попробую завтра или вилкой или кухонным ножом и постепенно постепенно разгонять завтра еще три рамки буду делать но я думаю завтра будет уже лучше фу пойду на пивка шлепну потому что вообще потел два часа сейчас поставил им там внутрь зашел туда без дыма облепили сразу просто моментом фух ну что ладно первый блин комом срезали жутко вообще срезали первый раз срезал этим ножом вообще я думаю может быть я скрипком попробую завтра и жена начала сильно крутить вот сразу сразу прозревало все это фиаско братан ладно пойдем им поставим пусть они строят пока дальше я надеюсь завтра будет лучше так один день прошел я все узнал что дело не так что делать так вчера был дизастр конкретный сейчас я взял 6 рамок в этот раз в этот раз я уже продумано все сделал уже вот так вот я взял вот как я придумал да вот смотрю сюда вот они рамочки вот они не до конца доделаны но это ничего меньше срезать надо будет так что друзья нож мне не понравился попробую вот это хлебный это для хамона а это так чисто какое-то замороженное мясо резать в общем попробуем может этими как-то лучше будет о этим даже можно так дербанить если что в общем тем тот тоже слишком толстый надо другой ножик покупать ну и что все сейчас у меня вот горячая вода сейчас мы сейчас мы друзья 6 рамок 6 и ну посмотрим как пойдет так значит мы поговорили жена вчера начала быстро крутить сразу поэтому все разорвало плюс я срезал плохо сейчас мы на половину как раз не заполненный так что нормально будет срежем аккуратненько и один раз ставим слабенько крутим переворачиваем еще раз слабенько крутим опять переворачиваем короче один заход четыре раза делаем ну начнем начнем дощечка получше у нас уже ящички все ну до ножей не дотянуться у меня тут еще ничего не оборудовано но наберем сначала о какая сказочная да рамочка так а вилка вилка тут ну попробуем сначала хлебным ножиком не 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 ну так вот ну пока выглядит неплохо так вот как посели вилкой да берем вилку вот она не ровно и внутри запечатано это надо нам раздербанить просто вот так снимаем и все это должно сработать открываем соты вот вот я надеюсь что все все нормально будет эта сторона получается готова так ну попробуем другой ножик вот это вот у нас это они связали с соседними надо бы убрать по-любому вот этот ножик ножик тоже хорош сразу вилочки есть ну посмотрим сейчас ай залез залез бля да гнется сильно очень этот ножик не это не то ну раздербанить хоть можно им ну ничего все приходит с опытом это второй день у меня не до гонки но тут не надо открывать хорошо ну так по идее это готово ставим вот у нас со вчерашнего тут еще так так не знаю как она на принципе отожмется сама так попробуем сейчас другой ножик вот тимьянчик наш еще еще попробую вот этот и мне все-таки хлебный ножик понравился хлебным довольно неплохо идет так и он вот это длинный в принципе тоже неплохо неплохо то что он длинный крепкий да вот этим хорошо вот я еще сделал ошибку я не знал я вчера сделал если вы видели в этом на сетку сразу вот на такую сетку сразу делал и потом надо было здесь гараже поставить отстаиваться чтобы он стек а я поставил к пчелам и он за ночь там стек и днем от жары видимо и очень много пчелок в нем утонуло я не думал что пчелки в своем меде будут да и жалко но ничего этот уже я буду отстаивать здесь так ну что так 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 ну что надо этот еще горячую воду так так вроде неплохо получается ладно сейчас чтобы не все уже не идет хлебным то что она волнами может надо больше водичку горячую пока водичка не совсем уже горячая но так сейчас мы третьих сделаем вот так вот надо наверное может сразу это снять снимается это надо срезать воск еще где-то прополис может это темный там у меня есть рамка с прополисом может там прополис я даже не знаю как этот прополис еще выглядит я вообще в этом деле ну что друзья вот такие красивые у нас рамки ай блин я думал это третья это только вторая ставим ставим так липкое это дело я вам скажу ну и еще одну свет и темную наверное ну вот темную возьмем вот смотрите друзья это рамка которая если вы помните я менял доставал с корпуса где расплод доставал с корпуса где расплод и тут даже что тут срезать тут нечего срезать тут надо вилкой я вообще думаю что я какие-то рамки если я эти сейчас не испорчу если их не испорчу то я поставлю светлые рамки на расплод и уже их в этом году трогать не буду чтобы они их починили и темный мед почему потому что темный были соты так о смотрите какая красота все запечатанное ребята запах мед у нас хороший тут летний очень вкусно пахнет ароматный волос ладно потом все это дело блин может третью я и буду все таки может попробую потом горячим ножом как то надо горячую воду она уже остыла и время нет уже надо работу вообще помогать мне не хочет ладно вилочкой мы сейчас это дело все сделаем а мне даже как то вилочкой больше нравится ну тогда мед типа грязный но у нас там после вчерашнего и так уже терять нечего поэтому вилочка это очень хороший вариант смотрите какой цвет да ну все да сейчас мы будем это все дело выпьем пиво сначала так ну что вот так вот вот так вот вот так вот ну что 150 фунтов ведро в принципе я думаю что следующем году когда я поставлю 2 улья то будет уже у меня электро то что с богом в этот раз должно быть хорошо так тут вырубим пока погнали так и теперь мы перевернем их нормально маловато наверно да посмотрим не все закупорены не все откупорены у нас до схалтурил где-то же не надо теперь мы их вот она стала легче мы ее переворачиваем так еще одна когда немножко стало легче вот вот это я уже понимаю это уже работают профессионалы так вторую сторону до полосочки пошли там по стене он видно о но это подстава конечно и я просто по плову это конечно подстава и сколько я не закручивал но с вами слетает ладно болтается жесть да вообще надо электро наверно потому что пока крутит я могу другие готовить но все это следующем году оборудуем делаем идеально сейчас мы их наверно еще раз перевернем сейчас мы пивка дернем так и что тут вот теперь сюда еще раз давай вот вот так вот и мед уже ушел почти весь а соты им остались они поправят о легенько уже стало да вот так вот ну что же значит жена пусть поливает огород ну давай пиво мне у нас система конечно дурная ну ладно так ну что друзья все вот чуть-чуть есть конечно медок но не так много вообще легкая легкая рамка и все целое все отлично все отстреляно все боекомплекте ставим обратно а да вот пожалуйста ну а почему вчера я так сделать не мог нож вот нож виноват может мы сейчас тоже попробуем сегодня знаю что я делаю да вот тут то что не раздербанилась сейчас мы еще чуть-чуть и вот тут тяжелая почему она тяжелая сейчас мы посмотрим да вот эти все которые не закупорен и надо лучше было да вот это тяжеловатенько сейчас мы ее еще крутанем сегодня я себе место получше оборудовал полдня кстати все думал планировал как лучше сделать и и сделал ладно сейчас я пока кручу буду обрубать это дело ну что ну что осталось три рамки и пиво сейчас мы попробуем все таки этот электронож потому что я же уже профессионал я же уже три рамки нормально сделал сильное заявление вот тут очень хорошо вообще говорят что две трети должна быть заполнена но я уже хочу быстрее сделать потому что у нас сейчас июль да и конце августа я буду последний раз у них все забирать перед зимой как не советует по крайней мере ну попробуем ладно тут хорошо много не надо много не надо снимать но все же тут шум жарится мне не нравится очень очень горячий горячий горячо греет нож ну все остальное что остальное но вилками и вот он горит ушел в воду надо пригорает сейчас нагреет воду мне и другие ножи использую а так как челки старались запечатывали а тут и даже не время сэкономил принципе нормально там а тут она да тоже но слабенькая что он закоротил но не горячий слишком много он берет не не могу я этим ножом вот сколько с ней они не могу этим ножом работать и они как-то вот вне рамки сделали тут надо тут надо вилкой открывать вон такую дырень ну женя женя не нож этот не тот не нравится мне если они выпуклые да можно ну резанул когда он проволоку видно но они отстроят главное то аккуратно крутить и проткнул еще до кучи мы были ой завтра деткам дам мед свежий везде много где на видео дети прямо аж сразу на в одном видео видел прямо пальцами тычет сюда вот так вот ну я не разрешил наверно ладно но тут у меня осталось еще одно так мы ее мы ее сюда в эту сторону вот так вот эту рамочку обратно вот так что нас тут туда тут нет смысла ножом что-то делать надо просто так вилкой в следующем году конечно или в конце августа я уже что-то другое придумаю вообще до того как сделали эти ножи все пользовались именно все делали именно вилками там ну что а мы сейчас возьмем этот нож до тоже много срезаю блин пробую последний раз его надо точить наверное как мне говорил мой учитель его надо точить но это все не не нож дерьмо надо заказывать с украины сейчас пользуются ножами чтобы вот эти шелухи не было когда мед там делаешь а у меня после вчерашнего раза там как бы терять нечем поэтому поэтому и а и и и и звонить так конечно сейчас дима это ты звонишь у меня липкие руки и ты видишь чем я занят я перезвоню так ну и последняя рамочка на сегодня я еще не знаю сколько у меня завтра рамок будет что же делать неужели ну да вилкой наверно буду потому что мне так жалко все это портит дело срезать все это лишнее вообще хлебный нож хлебный нож не нагретый нифига я не дотянусь и нормально все снимает поэтому все эти нагревания конечно это все не хочу нагревающийся нож мне хорошо хлебным вот я сейчас вижу как мне хорошо хлебным это все делать так оба вообще красиво да ну ладно так да ребята хлебный ножичек зачет отлично ну блин неровная она не хочу много меда снимать сниму только выпуклые поверхности и скажу пчелкам чтобы следующий год ровные делали да все сейчас мы эту закончим рамку не хочу делать очень долгое видео потому что вам смотреть же по любому как-то долго не алё правильно значит я сейчас обрубаюсь и уже буду когда сливать мед не наверное все таки покажу вам как отработались эти рамки вот так вот друзья уже четвертому разу перевернул и уже внизу там крутится вружу воска очень много с прошлого раза со вчерашнего сейчас это все будем сливать фильтровать видите уже крутится там если вам видно на чуть-чуть сейчас больше дам не наверное еще разок их переверну и все трудно крутится даже уже но но вот до рамка уже пустая чуть-чуть осталось ну да это можно уже вот которые я не распечатал вилкой они остались попробуем сейчас а тут тут нормально посмотрим эту тяжеленько немного да вот эту надо еще покрутить поэтому еще покрутим да это мы еще покрутим сейчас с обоих сторон с обеих или с обоих с двух да да будет так а тут чё тут нормально вот с этой стороны можно крутануть вот так вот ну еще разок сейчас мы это дело дадим горячая вода очень удобно под рукой липко это дело ну ладно так и об штаны но все тяжело крутится да и за воска наверное можно сразу сливать следующий раз сейчас мы сольем по-любому а вот как мыть потом эту штуку это я уже не знаю я думаю что хватит не хочу порвать эти вообще не крутится просто ладно да да потому что эти уже там мыши своего взобьем и будет пена вот что да яй вот надо сливать поэтому он сейчас будет пенисты но это все уйдет ладно ничего страшного так ну что вот почему тяжело крутилась а я блин не понял взбил нот немножко ну ладно ну ладно как есть оставим пчелкам им брендку все липкая но ножка она тяжелая но я не буду уже взбивать надо сливать можно сделать лучше но полная меда смотрите вот так оба ну все на так вам видно друзья должно видно быть так как мы будем сливать мед вот я заказал уже ядро уже готова чтобы оно не тихло вроде все закручено да воска там конечно много я испорить даже не буду но как есть да вот может быть далеко от борта прикрутил о о вот друзья не надо еще подставлять я думаю что ладно вы готовы ой и сразу косяк учено упала да мед грязный это займет всю ночь я долью по максимуму пойду покурю сейчас потом долью сколько можно чё на блин падает о ну вот так стой спокойно вода еще надо будет откручивать ножки чтобы наклонить ее так ну тут надо уже наверно закрывать настолько грязный мед с воском что там ничего не протекает еще ни одна капли нету что-то не так хьюстон у нас проблемы о начал капать мед о пошел родимый первый блин к вам что я могу сказать вчера однако сячи ли она пока хватит чуть чуть не еще можно все пока хватит оба вот так вот и стоим вон он очень много воска поэтому так медленно течет и там много еще меда очень но ничего будем знать в следующем году будет лучше то друзья про что я говорил я их пытаюсь реанимировать и половина из них еще живые я их с меда убираю вот сейчас все стечет туда и те которые живые я их отложу хватается за палочку как которые шевелятся я им помогу и сейчас я их поставлю туда без нижнего поддона я сначала вот так поставил и они все там утонули в уже профильтрованном меде и я их сейчас которые шевелятся отложу не знаю если смысл конечно не жалко просто мне их очень жалко и завтра может быть их почистят свои же дамочки более нами совсем прилипли вообще бедная наши дуришка ползешь мойся ну вот так вот да вот друзья кстати относился с этих выживших челки вообще не спят не спят трудятся я им там положил в коробку вот этот воск чтобы они там чистили вон они жужжат я без костюма такой смелый уже но ночью они спокойные вроде и вот тут я положил боком все под крышу и вот там эти выжившие которые я думаю с утра завтра быстренько почистят помоют и обратно работать потому что в наше время надо только работать да вот тут мед они завтра соберут мед по любому и вон сколько их там чужих вот такой нафиг убежал нападать начал фига себе такая борзая бля у вас стрёмно стал я же без костюма интересно чего не там что они там тусят так снаружи я вам так скажу второй день качки меда но только потому что я работаю я домой приезжаю в 7 часов вечера и у вас все быстро на видео хоп 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 а мне тут сейчас еще покурю подожду пока чуть-чуть ведет еще чуть-чуть долю потому что друзья начал я это дело где-то 8 сейчас 11 вчерашняя ошибка тормозит процесс но как говорится все 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 идет нормально открутил я с болтов и можно наклонить сейчас я уже вот это последнее заряжу и пусть до утра уже стекает смотрите какой мед да и на вот сейчас мы выльем что там есть и завтра еще внутри минимум рамки будет завтра вот процесс идет потому что очень грязно идет долго и нормально там да я тут еще сколько ну и там еще где-то вот только меда и завтра еще будет три минимум рамки ну как ее потом мыть не думаю хватит 2 об и наоборот вот олень да чё творит юджин оба ну все вот так вот для меня еще день отработать приехать и пойти опять пчелкам сегодня не записывал но завтра я уже может быть поставлю там вопрос для меня целый день работы ночь поспать для вас всего секунда щелчок пальца оба но вот и секунда прошла третий день сейчас пойдем сколько тут 25 процентов может хватит в общем принес еще три рамки я проверил нижний с расплодом и мне говорили что они на всех не будут расплод сеять на каждой рамке конкретно половина меда половина расплода поэтому я оттуда ничего не забрал но у меня с верхнего осталось три рамки в общем я сейчас быстро это все выгоню и в конце видео просто примерно прикинем сколько у нас литров меда вышло ну вот и получилось у нас почти пол ведра до ведро 20 литров значит это 10 9 литров получилось вон он какой запах но я сейчас мы баночку на нем да вот так вот почувствовали запах везде стоял в консерватории в тепле здесь будет мягкий о о чем так близко ай как льется то мне бы сейчас еще вставить это ты пчела я пчеловек это у нас тут пчелка собрала мед пойдем кушать мед пойдешь кушать пойдем скажите какой мед давайте ложками ну попробуйте вкусно возьми вот так вот чтобы не тёк вот так и ротик так и кэти тоже подожди стоишь не стоит держи держи так вот так вот вытри вкусными челки сделали да ладно давайте ла-ла-ла ла-ла-ла целый день жужжит пчела сколько разных забот легко делать мед 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 сладкий мед а пчела принесет мед прозрачный космола принесет пчела мед мед сладкий мед а пчела принесет мед прозрачный космола принесет пчела